В Душанбе предотвращены очередные бунты. Узбекскому журналисту запретили критиковать времена Каримова. Трудовые мигранты в России, автошины вместо коек. 25 июня Радио Зади, ссылаясь на свои источники, опубликовала информацию о предотвращении беспорядков в исправительной колонии номер один города Душанбе. 20 заключенных, которые хотели устроить бунт в первой тюрьме, переведены в отдельное помещение. Все они осуждены к длительным срокам заключения за членство в экстремистских организациях. К бунту заключенные подготовились основательно. В тайнике были обнаружены арматура и куски железа. Сообщил сотрудник Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана на условиях анонимности журналисту Радио Зади. О подготовке к организации беспорядков в исправительном учреждении, по словам источника, стало известно в результате проверки, которая была проведена после бунта в Ахдадской колонии. А также, по словам другого источника, беспорядки могли вспыхнуть и в ИК номер 4, более известной как Седьмая зона, также расположенной в Душанбе. В Седьмой зоне предотвратили бунт заключенных. Насколько мне известно, вина задержанных пока не доказана. Но у следователей есть веские улики против заговорщиков. Задержаны и эмиры групп, которые готовились к беспорядкам, отметил источник. Руководство Гуи Уэн не подтвердило и не опровергло информацию о подготовке к организации беспорядков в столичных колониях. Напомним, что за последние полгода в двух таджикских колониях произошли массовые убийства заключенных, которые были совершены под предлогом подавления бунтов. Общее количество убитых, по неофициальным данным, достигло 100 человек. Примечательно, что после первого случая беспорядков на зоне в городе Худжанди, главой Гуи Уэн Минюста был назначен генерал-лейтенант Мансур Джон Умаров, последние 8 лет занимавший пост заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. После назначения на новую должность он пообещал разобраться в случившемся и положить конец коррупции в ведомстве, а также тщательно изучить случаи неподобающего обращения с заключенными, что в свою очередь послужило поводом для беспорядков в ИК-3-3 в городе Худжанди. Наблюдатели, в свою очередь, высказали мнение по поводу назначения главой пенитенциарной системы бывшего главы ГКНБ, что это назначение приведет лишь к еще большему ужесточению условий содержания заключенных, осужденных по политическим и религиозным мотивам. Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана запретило редакции литературной газеты, а добьет газета СЫ, очернять действующий режим, критиковать первого президента Ислама Каримова и упоминать в своих материалах имя оппозиционного лидера Мухаммада Салиха. Об этом пишет Радио Задлик. В редакцию литературной газеты поступило замечание в письменной форме за номером 05-66 от 31 мая текущего года от Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана, в котором говорилось, что попытку издания очернить имя Ислама Каримова и открытое выражение уважения оппозиционному поэту Мухаммаду Салиху агентство квалифицирует как нарушение закона. Главный редактор литературной газеты Бахтияр Карим назвал данный документ цензурой в стиле 1937-х годов. Однако официальные власти всячески пытаются опровергнуть наличие цензуры в стране. В свою очередь оппозиционер и поэт Мухаммад Салих сказал, что даже при президенте Исламе Каримове не было документа, который бы накладывал запрет на упоминание его имени. По мнению экспертов, цензура, существовавшая во времена прежнего президента Ислама Каримова, никуда не исчезла. А все объявленные Мерзияевым реформы по большому счету носят исключительно популистский характер. В некоторых же случаях существовавшие ранее негласные запреты даже узаконили, приняв соответствующие поправки в законодательство. В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками подразделений по вопросам миграции регионального главка МВД В Волгоградской области трудовые мигранты из Центральной Азии, в частности из Таджикистана и Узбекистана, проживали и трудились в нечеловеческих условиях. Об этом пишет новостной портал Ахбор со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области. Местная полиция в ходе рейда в поселке Новая Надежда городищенского района обнаружила четверых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые проживали прямо на поле в наспех переоборудованном автомобиле марки «Газель», используя автомобильные шины вместо койки. Задержанные мигранты обвинены в нарушении миграционного законодательства и правил пребывания иностранцев, в связи с чем все задержанные привлечены к административной ответственности. Патенты задержанных будут аннулированы и в судебном порядке мигрантов депортируют на родину. Примечательно, что в Волгоградскую область ежегодно приезжают на заработки тысячи трудовых мигрантов из Центральной Азии. И ни для кого не секрет, что большинство из них, дабы сэкономить на затратах на проживание, вынужденно соглашаются на такие нечеловеческие условия труда. Зарплата какая? 15. В месяц? В месяц. В месяц.